Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители, с вами Вячеслав Котляров. В Харькове, 21 час 59 минут, 18-12-2016 года. Этот ролик будет самая обыкновенная беседа, абсолютно не информативная. Я буду общаться с добрыми, светлыми людьми, которые долгие месяцы, некоторые неделю назад меня открыли, дарят мне свое тепло и внимание. У меня сейчас философское настроение, и я не знал с чего начать, открыл комментарии. Ну, я, скажем так, только с порога. Был на одной серьезной встрече, люди, которые смотрели Ясен Пень, эфир. Им посчастливилось получить от меня уникальную информацию, в моем понимании. Наверное, никто не додумался сделать скрины, а переписка, она исчезла. И те люди, которые натолкнулись на ту информацию, которую я озвучил, они очень серьезно к ней отнеслись. Я даже понял, что очень хорошо, что меня не позвали в эфир Ясен Пень, потому что пазлы складываются таким образом, что иногда такие моменты только приносят пользу. Я сейчас не собираюсь говорить о том, что там кто позвал, кто не позвал. Я настолько сейчас в хорошем эмоциональном расположении духа. Я хочу зачитать один комментарий, он как бы середняковый. То есть он не носит агрессивный характер, он не носит положительный характер. Это середняковый. Середняковый комментарий. Приношу извинения, уважаемые слушатели и зрители. Вы задаете много вопросов, а ответов пока на них нет. Но когда будет все хорошо, в течение ближайшего времени, может это пройдет неделя, может две, и мы с моим другом Андреем делаем такой уникальный труд, который позволит мне с вами, со всеми общаться, отвечать на ваши вопросы. Причем я буду это делать таким образом, что каждый человек сможет задать вопрос и получить на него ответ. Относительно говоря, непосредственно вживую. И вы знаете, пока это громко звучит, но относительно в любое время суток. Так вот комментарий. Вот пишет Александр Невский. Аватарка богатыря на заднем фоне предположительное изображение Иисуса Христа. Вот. И вот Александр Невский пишет. Вот, честно скажу, никого не хочу обидеть. Я смотрел несколько видео Котлярова и мое личное мнение. Там нет знаний. Там знаний нет. Ни в рамках средней школы, ни тем более. Каких-то там тайных знаний тоже нет. Намешано в кучу какие-то обрывки ведических сайтов и видео. Аля, шеф, все пропало. Нам ставят на лоб чипы. Вот. Хочу подчеркнуть. Есть люди, которые выходят под никами и без аватарок и пишут мне положительные комментарии. Я на вас не нападаю. Если вы по-доброму относитесь к моему труду и вы там с иконкой там какой-то там с аватаркой и под вымышленным ником, но вы не пишите гадости, это нормально. Но если человек под ником и без аватарки и пишет гадости, это совсем другое. Просто я когда-то так отзывался резко об этих людях, а многие подумали, ну как вот Слава негативно реагирует и кидает камни в наш огород. Нет, уважаемые слушатели и зрители, если вы не пишете гадостями не только под моими роликами, а вообще под другими роликами, а выходите под ником, не своим именем, не фамилией, под левой аватаркой, ничего страшного в этом нет. Страшно, когда человек, нет, не человек, это гибрид. Я очень долго пытался найти термин, потому что когда я говорил дегенераты, ну это, в принципе это можно говорить, но это сильно режет слух. Сильно режет ухо. Поэтому я выбрал для вот этих, назовем их кавычках, недочеловеков, очень хороший термин, гибриды. И вот гибрид, который спрятался за ником Александр Невский, не поставил свою фотографию, что-то там рассуждает. Я тебе гибрид задаю вопрос, ты кто такой? Я тебе честно вот скажу, ты Сыкун. Твоя фамилия и имя Сыкун и отчество Сыкунович. Поэтому твое мнение никого не интересует. Ты создан для того, чтобы писать под моими работами комментарии. Больше ты ни на что не способен. И если бы ты, Сыкун Сыкунович, Сыкуненко, почитал сотни, а уже тысячи писем за полгода, которые мне приходят, у тебя бы челюсть отвисла бы и вот так бы и осталась бы в отвисшем состоянии. Потому что мозг гибрида даже не в состоянии понять, кто такой Вячеслав Котляров. Возвращаясь к теме переписки в Ясен Пень, многие столкнулись с уникальной информацией, которую я озвучил. Да, уважаемые слушатели и зрители, я не буду вдаваться в подробности. Сегодня была очередная встреча. И вот если бы гибрид бы краем ушка поприсутствовал на этой встрече, он просто бы закрыл бы свой ротик и молчал бы и думал бы. Если бы, конечно, было бы у него чем думать. И таких середняков их много. Но середняки, чем хороши, они могут стать человеками. То есть гибрид в данном случае не физический, а душевный. И как достигается хорошая сталь? Видите, известная сталь, булатная или дамасская, она достигается в свой эффект тем, что ее постоянно замешивают, как тесто. Буквально замешивают, замешивают. Ну вот, но я в роликах говорил, как технологию. Сейчас я пока не хочу отвлекаться от темы. Поэтому я обращаюсь вот этим Александром Невским, который вы, прежде чем потратить свое время на Вячеслава Котлярова, вы подумайте. А стоит тратить время? Что вы там не увидите? Что вы не увидели в моих трудах? Мне уже не важно. Мне, в принципе, раньше, как бы, я понимал. У меня всегда уважаемые слушатели и зрители всегда подбадривают и поддерживают, не обращая внимания. Но сегодняшняя встреча дала мне очень много сил. Я думаю, что благодаря этой встрече я уже не буду срываться, как раньше. Я получил одно из доказательств, то, что я на верном пути, то, что я озвучу практически абсолютно достоверные знания. А дальше, уважаемые зрители, будет еще только лучше. А, самое главное, что я убедил, что Небесная Канцелярия действительно курирует мой жизненный путь. И всячески пытается охранить от всяких неурядиц и сложных ситуаций. То есть Небесная Канцелярия, она так крепко держит под контролем мою деятельность. Кто-то спросит, кто такая Небесная Канцелярия. Ну, их два рода. Первая Небесная Канцелярия, это та, которая вообще это все создала. А я говорю про Небесную Канцелярию, это наши светлые иерархи, которые непосредственно присутствуют с нами рядом. Там точно так же они и в недрах Луны находятся, точно так же и непосредственно наиблизости в нашей соте. Дело в том, что, как выясняется, не только маскируются рептилоиды и смешиваются с толпой. Вы знаете, оказывается, выясняется, что светлые и высшие иерархи из соседних ячеек, сот, точно так же проникают к нам и ходят вместе с нами, недалеко от вас, от нас. Если вы где-то что-то почувствовали, что это есть, вы не ошиблись. Я, в отличие от многих лекторов, стараюсь не рисовать розовые иллюзии «все будет хорошо» и стараюсь не кричать «все пропало». Отличаюсь от многих лекторов тем, что стараюсь вести свой курс таким образом, что по факту. Вот. Я вот, может, опять же, сильно громко начал. Ну, вот этот мальчик, он, я думаю, что под ником Александров Невский скрывается, он, возможно, родится в нашей ячейке, родится, имею в виду, в духовном плане. Таких же ж много, они пишут, что Котляров там сказочник. Кстати, обратил внимание на ролик, комментарий, где самый эпичный фейл Котлярова, да? Этот ролик сделан в годы СССР, дальше негатив, и Котляровый Дан Касан, уже окончательно выживший из ума. Ну, ты, Вася Петров, ты вообще гибрид. И твой мозг настолько примитивен, что даже не в состоянии понять гибрид, что я имел в виду... Озвученные слова были записаны в 2014 году, я имею в виду звуковую дорожку. Не важно, Вася Петров гибридов, которого нету ни фамилий, ничего у тебя нету, вообще ничего. Тебя вообще нету. Ты брат Александра Невского, причем родной. У тебя настоящая фамилия Сыкун, Сыкуненко, Сыкунов. Вот, вы братья, вы как бы существа, которые, ну, знаете, как я уже говорил, чтобы цветы красивые, хорошо росли, нужно удобрение. Вы удобрение, вы нужны, ни в коем случае на вас не должно быть, так сказать, негатива, потому что удобрение, оно почти нужно. То есть маленький мозг даже не услышал, что я сказал, что звуковая дорожка была записана в 2014 году. И не важно, что картинка показана, важно, что Ютуб отметил 2014 год, планета наша в виде сот. Все. Что там записывал, кто записывал. Они вот эти, кто там что-то записывал в 90-е годы. Они смогли, как Котляров сказать, что наша планета гигант и за Антарктическим кругом находятся земли. Они смогли сказать, что Антарктиду никто никогда не сможет сфотографировать и заснять на видео. Нет. Значит, кто они? Да никто. И вообще, все лекторы, которые говорят, что наша планета маленькая и кругленькая, все лекторы говорят, что наша планета плоская, и все наши лекторы, которые говорят, что планеты вообще нету, это за проданцы. Если планеты нету, то зачем тогда что-то вообще делать? Я уже миллиарды раз говорил, для добрых, светлых людей повторю. Наша планета, она не просто микроб в масштабах Вселенной, она микроб-микроба. Но знаете, что самое ценное в нас, в человеках? Вот у вас сущность есть, находится в микробе этого микроба. Она связана с более высокой сущностью. Та с более высокой сущностью. И та с более высокой сущностью. И так матрешка в матрешке. И так как у вас эта связь есть, у вас есть возможность увидеть наш мир, огромный наш мир со стороны. То есть уловили, что я имею ввиду? У вас может связь быть через вот эту цепочку с миллионным нашим иерархом наверху. И вы его глазами можете посмотреть на вот эту нашу песчинку со стороны. Я обращаюсь к вам, дорогие, уважаемые слушатели и зрители. Мы не просто бессмертны. Мы сверхбессмертны. Потому что связь, которая с серебряной нити проложена через миллиарды лет, которая существует здесь, сегодня и сейчас, непрерываемая. И несмотря на это, мы не должны опускать руки. Потому что мы рождены, чтобы сказку сделать былью. На этой положительной ноте разрешите откланяться. С вами по-прежнему Вячеслав Котляров. В Харькове 22 часа 17 минут. Всего доброго вам. Быть добру. До новых встреч в прямом эфире. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Котляров. Добро пожаловать в Котляров. Добро пожаловать в Котляров. Добро пожаловать в Котляров. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...